Добрый вечер уже. Сегодня в рамках бенали поэтического московского в этом прекрасном зале Государственного музея Маяковского проходит встреча поэтов литературной газеты, которых мы с удовольствием вам представим. Я Сергей Носоконян, рядом со мной сидит Игорь Панин. Он редактор литературной газеты, а я ее обозреватель. Так что, таким образом, нам бы было честь провести вечер поэтической литературки. Что еще скажешь? Еще могу добавить, что президиум плох всем, кроме одного. Все-таки есть минеральная вода. Чего нет в зале, да? И цветы уже волшебные заранее. И цветы – это на любителя. Итак, я думаю, пора начинать. Вы, наверное, знаете. Не буду говорить о том, что сегодня газеты практически не хотят печатать стихи. И желание газет, оно и понятно, и непонятно. Дело в том, что, например, коммерческие газеты не печатают стихи, потому что место стоит слишком дорого. Они считают, что стихи не стоят столько, сколько стоит реклама, за которую не получают положенные. Другие газеты перестали печатать стихи просто потому, что те, кто знает эти стихи, не любят газеты, не любят стихи. Я напомню, что в недавнее время здесь сидит много молодежи, кто не помнит, что в свое время печатать стихи считалось престижным в любой газете. Государственные, самых высших уровней. Правда, известия, комсомолка, стихи появлялись регулярно. Сегодня, можно сказать, что, наверное, по-настоящему стихи печатает только литературная газета. То есть, не жалея, отдавая в каждом номере до полосы, а иногда до полутора, на публикацию стихов современных поэтов. То есть, речь не идет о мемориальных разделах. Именно современная поэзия. Вот многие авторы присутствуют здесь. Как раз, я немного, может быть, затянул свое вступление, но в это время пришла анигидемин, которая объявлена первой, так сказать, в афишном списке. Да, и по алфавиту. Да почему? Не только по алфавиту может быть. И потому, наверное, я предоставлю слово, или как тебе кажется, да? Анигидемин. А что можно сказать об Ане, что она замечательная поэтесса, сейчас любит говорить поэт. Но знаете, как писал, как писал Саша Чёрный, поэт-мужчина даже с бородой. Вот. А Анечка очаровательная дама, всегда дуная, и замечательные стихи, которые она нам сейчас почти отпишет. А что, все, к микрофону. Спасибо. Без стихи, без стихи радов, я бы сказал. Спасибо вам большое. Я не потому опоздала, что я вас не уважаю, потому что у меня случилась маленькая накладка. Вот. Поскольку у нас называлась поэзия «Стихи о стихах», я к человеку дисциплинированной нашла стихотворение, которое относительно имеет отношение к некоторым стихам. Чистолюбивая молитва Музыка, ты пришла, наконец, Листва шелестит твоя, Кончена теперь я тоже творец, Боже, прости меня. И наплевать, что злой как оса, И от власти хмейной Ангел возмездия уж полчаса Носит. Алло, Ангел возмездия уж полчаса Носится надо мной. Милый придется чуть обождать, Постойду день на трубе, Пока не кончится благодать, Я не дамся тебе. Ваш главный слепил мне зонтриг, Швырян сбреск во тьму, Вот за это Звучащий у них Я все прощаю ему. И пусть перелез уже в огне, И пестр от змеиных лент, Пойми, если что-то зачтется мне, Так этот самый момент, Не то что звезда, А метеорит сверкнут На исходе дня, И может, ваш главный Чуть пожурит, И все же помилует меня. Большая стиха, У меня, к сожалению, нет, Поэтому я вас вожу туда Очень строгую. Хотя Олдер Вилли, Во-это, пират, И вообще-то у меня это человек, Говорил, что поэзия Это не рифмовные строчки, А жреть, отношения людей, И все такое прочее. Давайте вот тогда С этой точки зрения Жить раньше. Посмотри, Этого очень хуже, Чем в наше лето. Ты тогда записал На тетрадном обрывке чистом, Что, коль Бог Наделил тебя крохами интеллекта, То, наверное, Черт к нему инструкцию Слистнул. Крыжный червь и смытьян, По московским дворам Скидалец, Где неважно, Кто встретится первой, Смертью девица, Так настойчиво мной Вымечтанный красавец, Что тебе ничего не осталось, Только явиться. Малагур, Выпускник, Способный бесчетных спален, Вдруг меня приручать, Задумавший, Терпеливо. Я люблю тебя, И спасибо, Что ты оставил Мне возможность Любить другого После разрыва. Но самим же тобой Ночью отливает сталью, А из всех медведиц В окошке Всегда большая, И сжимается сердце, Когда случайно представлю, Как храпишь один В темноте, Никому не мешая. Знаю, что мне в эту ночь Опять по тебе не спится, И тоски этой хватит, Наверное, Лет на двадцать. Да светится твоя Неправильная задница Всем других нарядней. Уж можешь не сомневаться. Ой, На третьем сомневом Объясни попадает Терпеливо. Этот тронутый дымкой Поповничий взгляд Фонарей, Успевающий тиснуться В краткую тьму До рассвета. И шиповник в цвету Ошивающийся у дверей Означает одно, Что в разгаре Московское лето. Ну а если не понял, Тебе прыснет словей, Для того он сегодня Откомандирован из рая. Кто рожден не в Париже, А чуточку вверх и правей, Вот об этой погоде Печалится, Умирая. На смерти потом Небеса затевают рассвет, Осторожные звезды Уходят на дно, Как кувшинки. И над сонной землей Ни морщилки, Ни облачка нет. Только месяц Замешивавшийся По ошибке. Ну и последнее Мне на капушку Надо 4 читать. Можно 5. 5. А не будет очень долго Уже. Заветесь тоже живы Или пока что летные. Свежие. Нормально, пользуйтесь Моментом, пока Вы не устали. Свежие у меня нет, Я боюсь свежие читать. То есть у меня не есть, Но я боюсь читать свежие. Мы умрем с тобой В третьем тысячелетии. Даже если вечером, Все равно на рассвете, Потому что на вдохе, На старте века Это важно Для суеверного человека. Здесь нам все знакомо Только в наброске. Здесь уже не бывали Бунин и Бродский. Но мы, не задумываясь, Сиганули под мгновение Сгустившееся, как пули. И живем теперь, Хорошо ли, плохо. Человека редко красит эпоха. Чаще он один, Как циркач на шаре. Любишь собой, Спасаю и украшаю. Уже не захочет, Пунин и Бродский. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.